Ну, вообще, я человек из журналистики, из образа, то есть я с 99-го года, когда еще учился на журфаке ЮФУ, я начал работать, как это ни странно, это ирония судьбы, вот здесь, напротив, не вот и плюс. И с 99-го года до 2005-го года я параллельно с разными работами был ведущим. У меня был суданин Владимир Буш, и я был в Эфире, у меня был в Ростове. Когда здесь вообще была разруха, и что не существовало, то есть какие-то лаборатории были разрушены, закрыты, или где-то, ну, это же, как раз, 99-й год, там, образование мало трубилета, вот, и параллельно работал в пиаре, там, на ЮГРУСИ поработал, поработал в СОВКЕ, корпорации, то есть самые-самые разные места. Это параллельно с Европой Плюс работал ведущим Владимир Буш. Сначала программа «Подросток», несколько был подростком, потом был опыт ведения реалити-шоу, который уже назывался «Ты звезда», музыкальный проект. Он был сделан в подобии фабрики СВ, ой, фабрики СВ, то есть народного артиниста, и там же есть собственная жена, она была заняла второе место, но не потому что женат, но что проект хорошо. И, собственно, потом, вот, более-менее определился мой путь трудовой, когда я ушел, после долгих поисков вот таких метаний, все-таки в деловой журналистике, в 2005 году. То есть я защитил диссертацию, и с 2005 года кандидатом в филологическую науку стал. И я очень люблю преподавать, это вот, помню, мой учениководитель Акупов Александрович, он тогда еще сказал, Володя, я ему-то признался, когда уходился, говорит, «Александрович, я хочу магистратуру не потому, что хочу быть кандидатом, а потому что я преподавать хочу». Вот, донесите то, что я знаю, остальные, говорит, слушай, один раз я такое слушаю, еще и от парня вообще, так редко, у меня такое было, он говорит, я вот не встречал. Я, конечно, сделал все, чтобы мне помочь в этом отношении, действительно, я и в Курске, и в Воронеже преподавал, и в Тольятти, и в Ростове. Потом он будет взять презентацию, да? Да, я тебе принесу. И в Ростове. И в конце концов, в Ростове я долгое время преподавал, уже некоторые мои бывшие студенты, третьекущенники, когда я сюда, они работают со мной, работают со мной в МДК, работают в ВПК. Я даже уже некоторых не знаю, что они, как это, мои студенты, потому что у меня сегодня по 100 человек, работают со мной в МДК. Но вот отдача есть, это очень приятно, когда приходят, а мы у вас учились. И не просто они учились у меня, я вижу, что я... Мой принцип-то какой? Мне нужно преподать так, чтобы не стыдно потом было их себе на работу. И учились, и научились. Да, и научились. И самое главное, я приходил, и хотя у меня предмет называется техника и технология СМИ, казалось бы так скучно, на самом деле я им рассказываю и как устроена деловая журналистика, как устроена печатная пресса. Если я вижу, что я этого не знаю, вдруг пропуск был, пробег. К сожалению, такое бывает у нас на покупке. Ну и разумеется, мы приближаемся вот к тому, что мы здесь и сейчас видим. Вот скажите мне, как преподавать технику и технологию СМИ на факультете журналистики, где нет ни техники, ни технологии. Нет ни телестудии нормально. То есть та телестудия, которая там есть, смешала. У нас дома, наверное, оборудование получится. Нет ни радиостудия, ничего. И поэтому я ребятам в белом лице рисую, как устроена телестудия. Либо уговариваю кого-то из собственных, знакомых на констанциях и вожу их. Вот это гофрированная поверхность, которая отражает звук. Она вот для этого потрогает. Почему нас этого не сделали до сих пор? Потому что мы в таких денег не выделялись. Я не понимаю. Я вот в этом не понимаю принципиально. Почему так обидели гуманитарно? Вот теперь это будет. Да. И как же жизнь дальше развивалась? Я в городе Ден проработал определенное количество времени корреспондентов в деловом. Потом меня позвали в деловой портал главным редактором журнала. Это было очень страшно. Потому что кто-то был заданным исполнителем, а вот он тебя приглашает на направление. Но, посидев на пол головы, получив шишек в кучу, все-таки как-то так удалось это все поставить на нужные рельсы. И, по-моему, это был правильный выбор, хотя и очень тяжелый. Но вот там, собственно, и удалось развернуться, и параллельно я преподавал. И ДК помогал как-то, и ДК был не против, и мне это было интересно. И потом Георгий Витальевич Кудинов меня заметил. Потому что, как оказалось, за то время, которое я там тоже искал, летался, он приходил в Ньюфу, он приходил в ринг и предлагал разным проекторам идею медиапарка. У нас тую гениальную идею. Говорит, когда сейчас телевизионная отрасль умирает, фактически, и когда мы понимаем, что это эра цифрового телевидения, наступает цифровизация, метеакоммуникация, у нас никто не выращивает специалистов, нам нужно это делать. Нам нужно уже сейчас вырастить их, чтобы они нам построили новую отрасль, чтобы они уже могли работать в новых условиях. Тем более, когда у нас чемпионат мира ожидается, Олимпиада, когда нужны будут такие специалисты. А иначе деньги здесь будут дорабатывать люди из других регионов. Ну, никто не откликнулся, кроме вот, как оказалось, единственного толкового человека из технического вуза. Это Микслович. Я не просто откликнулся, он крайне заинтересован. Я впервые такое вижу, что это увидит. Я могу потом вас провести, вы посмотрите, что это все не слова. Когда Герой Витальевич все говорил, я тоже так. Когда я зашел и увидел, тогда еще только задатки были, там что-то там стены шпаклевались, там еще там что-то делать. Но я уже вижу, вот камеры куплены, вот мне тоже. Какой-то тут подвох, какой-то подвох. Вот я уже работаю, я вижу, что подвох на каком нет реально человек хочет вложиться в образовании. Если это сам тоже хочет сделать. И у них есть простой интерес, здесь совпадают интересы. Действительно, чтобы и вуз был известен, чтобы он в каком-то новом направлении стал известен. Чтобы не все выпускали экономистов в юриста, а что-то новое, чтобы сделать. И в то же время сделать, как это делать по уму в Амстердаме, как это делать в интерканадских городах. Ведь медиапарк – это не новое, это нормальное время. И когда я это здесь все увидел, я понял, что надо сюда приходить полноценно. Поэтому я помимо генерального поддерживания СБК, я перешел в интернет-диапарк. Как тогда получилось, я хочу бы завертелось, что вы предложили быть деканом. Здесь студенты, которые уже на кафедре первые курсы, они уже пробуются, тексты начитывают, пытаются что-то снимать, программы вести какие-то. Но пока в основном профессиональный состав корреспондентов работает. И они со студентами тоже постоянно запараллелены. И здесь иногда концерты даются. Пока помещение небольшое, потому что для медиапарка, для комплекса студийного, строят выделено отдельное помещение, там детейный корпус называется. Там будет огромный павильон, где можно будет ток-шоу нормальные, полноценные делать. И записывать что-то, большие проекты. Но пока вот так. Это студия Ростова на ТВ. Это полуучебная студия. А вот там, где мы с вами были, это учебная студия. Там прям учат, как правильно монтировать, как смотреть. Там камеры прям снимать могут руки. А вот там радио, студия Радио. Ну и радио, там за несколько звук. Ну и звукоизоляция. Это специально-финусообразная поверхность, которая не дает звуку отражаться. Потому что звук же он как волк. Но отбатка поверхности отражается. Поэтому нужно было сделать. На репетиционных базах. Да. Саша Васильева с вина мне рассказывает. Он собирает эти пробки. Собирал пробки от вина. И у себя студию все выложил из промы. Тоже отличная изоляция. Вот, пошли за редакцию. Это, собственно, тюнинг. Здесь идея бах. Здесь тоже можно посидеть, подумать. И здесь тоже съемка появится. Сейчас на съемку видно. Перед кушать. Кушать мы будем. А где я покушаю? А можно пошли? Тогда кушай. Ой, ой, ой. Да, внезапно. Собственно, сюда студенты тоже приходят. Потому что очень важно, чтобы они приходили не в пустое помещение, а вот с профессионалами. С профессионалами. Сюда ты завозил? Где там все снимаются? Ну, какие вот там... Ну, вот. Я так знаю, что мы возьмем, что время снимаем. Мой любимый классик. Да, давай больше людей. Мой любимый классик. Вот так должен выглядеть современный класс мультимедии, да? Где можно... Здесь стоят все программы для обработки графики. Знаете, здесь все лицензионное. Здесь трехмер. Трансферируют. Правда. Трехмер. Преподаватель. Двухмер. Да. Преподаватель. Студенты сразу пробуют что-то, да? Он свой экран выводит. Ребята, правда, если бы вы видели, я ж уехал. Здесь как раз туда заходил. Здесь доска. Какие-то старые парки, что опять попитые, да? Вот что-то такое-то. О, развалено. Единственная парень осталась в коммуникации, конечно. Ну, батареи. Крамы. Крамы наши. Ну, вообще. Да. Где он нам это в детстве называет? Да. Здесь будет занятие мультимедийного класса. Вередение школы о республике медиа. Мы, соответственно, с индийцами открыли. Что-нибудь, как правило, будем его назвать. В Шэндус-Медии. Какой-то есть письмо ствол «О-Киев». «О-Киев». «О-Киев-Киев», «О-Киев!» Да, «О-Киев!» Да, «О-Киев!» Нет, это реально международная школа, в которой пять лет… Пять, сколько модулей? Дмитрий? Четыре. О, да, шесть модулей. Шесть модулей, три года. Десять месяцев. Они учатся полиграторические графики до тих пор, наверное… До игр. Да, до игр. Я же говорю, у него смогло есть желание, соберем преподаватель. А вообще студенты уже записались, был дополнительно вместе со своим образованием. Здесь все, как здесь, в банке. Мне кажется, это пригодится в жизни очень даже. На школьники. Мне вот так не нравится, не нравится, что можно делать. Я не оставляю, что это называется. Один стол и двадцать ложек. Лучше я, конечно, там сидеть. Но здесь представляется, как раз таки будет такая теплая атмосфера, где молодые ребята в 13, 14, 15 лет будут определяться с профессией. Может быть, кто-то не пойдет там учиться, но там получено актерство, мастерство ледения, и программология, чтобы она учится вести, преподносить себя вверх. Уже хорошо. Но если они попытаются дальше удивиться, мы попытаемся с ними дальше все же это делать. Да, мне вчера в гимназии ДГТУ, послушав и приглашала Нос Кефинина, марафон мастер-класс. А там можно на актера выучиться? Я говорю, нет, на актера выучиться нельзя. Не надо, да, то сейчас придут сюда актеры. Ну, они, по-моему, там в классе спасатель вообще. Почему их на актер, они не знают. А, Жан Котвандал. Это их туда, к Юлию Грицуну, не какой-то. У нас же открылась же, в ТВ-школах. Юлия Грицуна. Ну, а знаете, что там еще доделаются? Там же радио у нас. Там только все строится. И серверное там. И там уже всегда так будет. Но вон еще не обставать мебель, там помещение уже очищено. Ну, давай, показывай. Ну, что это? Ну, что это? Да, тут все делается. Все делается. Нормально. Вот так это. А, ну, а там. Я просто говорю, что вы школу здесь будут? За двух разок улицам. У меня здесь, никто не ожидает, что здесь все так серьезно. Я думаю, ну, ладно. А, загрежьте, на ртахку. Закрежьте. А, закрежьте. А, закрежьте. А, закрежьте. Учего успели отгородить. Я в последний раз была еще и не там. Здесь будет радио. Ростов на ЭФМ. Интернет-радио. Интернет-радио. Еще и эфирное радио. Эх. Интернет-радио. А что, эх? Люди нужны. Эхайте. Да, у нас было просто. Это оборудование. Реаномости. 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 Они при сцене будут сделать. Сейчас с нами. Вот здесь все было. Мидия. 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 А здесь у нас так же такое большое. А вот там и снижение. Такое же, как это, только вот без перегородов. Здесь мы будем, собственно, и снимать программу проекта. Не только здесь. Я думаю, он будет передвигаться. То есть все время здесь сидит тоже там. Я думаю, там будет у нас аудитория задействована. Ну, и у Дениса, я так понял, да? А? У Дениса тоже. Да, я думаю, он по-моему тоже будет. Опять, как в ситуации с журналом. Ведь там одно дело для преподавателя, а здесь очень опять большая ответственность стоит. Потому что если не получится, то все будут ткать пальцами, и ты сам получишься у себя. Но это очень амбициозно и это очень интересно. И, знаете, судя крутой отдачи, которую я слышал, преподаватель жив. Преподаватели там просто знакомые, специалисты уже рвутся. Кто-то уже хочет здесь пойти на магистратуру, где она должна. Кто-то говорит, я готов здесь сделать курс по преподаванию. Потому что, когда я начинаю вкратце рассказывать, что у нас в конструкции, люди заряжаются. Поэтому вот так жизнь как-то так из отрас до из отрас выкатился. Но образование не забывало, и оно помогло найти такую точку соприкосновения. И сейчас считаю, что этот проект стартап года, который мы задумали, это, во-первых, для нас большой экзамен. А во-вторых, это, опять-таки, проект на грани совмещения подраслей, налоги и образования. Все вместе. Опять-таки, надо, чтобы это все получилось. Потому что в России мало таких компаний. Вот сейчас в Москве тоже задумали Академию Реалити. Готовится шоу такое же, мне уже рассказали. Там тоже будет башня, пять человек, будут бизнесмены их обучать. Но когда я вижу тех, кто это задумал, тоже продюсер, кстати. Я знаю, что Иосиф Пригожий ничего не делает просто так. И он вообще не знает его интерес. И поэтому я сразу понимаю, что там все будет, конечно, сделано с большим шиком, блесном, с маломорностью. Но здесь, я надеюсь, сделать все как-то потеплее. По-нашему, по-ростовски. Знаете, это так, чтобы все свои были. Потому что там веют холодком для кино, в Москве, в Москве. Хотя есть проекты похожие на телеканале «Успех», по-моему, тоже похожие. Тоже интересное дело. Мы будем даже у них брать за образец того, как они делали многие вещи. Например, приглашать тренеров, я смотрю интересные видео. Мы не претендуем на то, чтобы уникальные, первые, единственные. Но все-таки, я думаю, в Ростове это очень-то не первые. И очень интересно, вот Вы говорили про шишки. Интересно, какие, если можно, значит, поподробнее. И в том числе и стартаперам для этого будет полезно. О-о-о! Это, знаете, уже из сферы менеджмента, из управления. Буквально позавчера или вчера одному из журналистов своих, который со мной в ДК работал, и он ко мне попросил, ему было скучно. Вот тут люди. Я только узнаю молодежь своих студентов, которые не хотят на себя брать ответственности. Один из таких студентов работал в компании, не буду говорить, издательский дом, издаёт журналы, продаёт очень хорошо, продаёт всяким фермерам, крестьянам. Был главным редактором агро-журнала. Получал, ну, например, больше сорока. И вот сказал он, не скучно, не скучно вот этим всем заниматься. А он работал в light-views, он работал в верность, он работал в ДК, где постоянно каждый день такой темп, где ты не сфермера вообще, ты должен зубами выгрызать новости искать. И вот он не может, всё, у человека адреналин. Он говорит, я хочу к вам туда на сайт. Кем угодно, даже можно за меньше деньги, но я хочу на сайте, я хочу новости делать, я хочу чувствовать, что я влияю. Да, и вот эта ответственность, когда в человеке есть не только желание опрометчиво броситься в пучину, но и осознание того, что это ещё и ответственность, мне это всегда работает. Вот так и тут. Понимаете, когда предлагают тебе быть главным редактором, ты же можешь, конечно, сказать, ой, классно, я сейчас буду главным редактором. Но у меня было две одни из самых жутких недель в моей жизни, когда я понимал, я же ничего не снеслю в управление. Ведь одно дело, ты понимаешь, что ты сядь, ну, ты сел, ты сел, кресло главным редактором. Тут ты понимаешь, мне тогда было 27 лет. И мне сказали, что там редакция работает, маститая журналистка, 47 лет, на 20 лет мне старше. Другой старше меня, на два года сокурсник, ну, по факультету, да. Третья девушка, тоже старше меня, женщина, да. И все они, люди, которые дольше меня работали в его журналистике. А один из них ещё и претендовал на должность главного редактора, и был два месяца исполняющим обязанности главного редактора. Вот представьте, вот в это всё, мне надо было прийти. Да, у меня куча планов было, у меня идеи были, меня из-за идеи взяли. То есть я сказал, что нужно изменить ДК, что нужно добавить, убрать. То есть я это видел. Но у меня был больше страх, как я это сделаю. Ведь я же приду, я был уверен, мне предупреждали, что люди не будут собой со мной работать, они будут зановотироваться. Так и получилось. Я же говорю, эти шишки, это шишки, которые получаются, когда ты начинаешь пытаться управлять людьми. А, ну, знаете, тренер же любят для неуправления, это компликация. Но в любом случае есть должности инструкции, есть служебные ведомости, есть руководитель, есть его подчиненные. И когда я попал в эту мясорубку, это было очень тяжело. Я где-то на месяца три забыл вообще о собственной журналистике, потому что мне нужно было решать вопрос с теми подчиненными, которые не хотели подчиняться. Всюду мелочи находилось. Ну, например, я курил, потом я бросил курить в городе. Когда я пришел туда, получилась такая ситуация, я не курящий, а они все встают вместе и уходят в курилку. Я понимаю, что в курилке сейчас кто еще может обсуждаться? Обсуждать меня. Обсуждать меня в колодке. И мне подсказали людям внутрь, это вредно для здоровья, но начни курить, и начни выходить тоже. Знаете, помогло, я начал выходить курить, и рано или поздно все они не могут собираться вместе. Я стал собираться с определенным количеством людей. И, ну, знаете, курение, это тот процесс, при котором что-то происходит, когда люди решили болтать почему-то, и выбалтывать больше, чем надо. И, в конце концов, с некоторым удалось сблизиться, кого-то удалось понять. Рано или поздно до меня стали доходить слухи. То есть, в любом случае, нужно погружаться в вот это парение слухов, взаимодействие, взаимоотношения. И апофеозом всего, я же говорю, почему, когда я посидел с шишками, стало то, когда на меня написали доклад, именно на директор. Скрыв от меня это, что вот, мы будем саботировать, мы не хотим работать с ним, потому что он некомпетентен и так далее. Я тогда помню, это было первое мое коление такое. Когда я просто полстукал и не знал, что делать. То есть, вот просто руки, ну, что делать? Ведь, ну, сколько там, пять человек, пять журналистов, пять людей известных. Они же могут сейчас взять людей, подумал я. И вот тогда многие директор, надеюсь, как мне он спрашивает, Сергей Кириленов, кстати, очень хороший специалист. Вот он садил мне, сказал, во-первых, никто никогда сложный не уходит. Во-вторых, они все получают деньги. В-третьих, поедешь домой и успокойся. Потому что, я понимаю, это все близко к церкви, понимаешь, такое и у меня, у всех такое случается. Это нормально. Но теперь твоя задача дома сесть и подумать, кто инициатор, зачем, чем продиктован. И самое главное, не идти на поводу. Говорит, я, ну, что, я же боялся, что он у них на поводу пойдет. Все, у меня доверие нет. Мы еще дождались трех месяцев. Ну, благодаря вот этим советам, благодаря тому, что мне удалось найти руководителя, с ним переговорить, я пришел к пониманию, как нужно блокировать. Но, к самому главному пониманию, я пришел спустя полгода, когда я понял, что никого не осталось через год. Из тех людей, которые там были. Поэтому, когда мне сказали, что еще люди не убирают, приходи сразу всех убирать. И правда, находи на свою команду. Это лучше всего. Если ты знаешь, что там есть гнилые звенья в полу, на пол, при меня не надо, вот этот скрип, он тебе будет мешать. Так вот оказалось, что пытался всеми силами того и того удержать. И они тоже как-то пытались держаться. Может даже, чтобы мне хорошее искать. Они любили прошлого, говорите. Они с ним вместе пришли. Они, кстати, стартапили журналы. У них особая аура была. И я для них не авторитет был. Поэтому авторитет зарабатывался уже с другими людьми. Это была первая шишка. И, кстати, моя супруга, когда приходила на такую работу, у нее была точно такая ситуация. Я вот сразу шишку ей говорил и сразу сказал. Давайте, лучше помогу новых людей найти. Ты промучаешься, нервы потратишь. Куча сил идет на ненужных людей. Нельзя привыкнуть. Да. И даже мы с ней вычислили. И кого надо убрать, как это сделать. И люди действительно уходят. Потому что им объясняешь. Много таких шишек было. Например, ну это не то, чтобы шишки. Например, очень богатый опыт я получил в работе с возражениями. Вот я именно тогда получил принцип, который мне до сих пор помогает. И я всем его советую. И недавно я очень сильно поссорился журналистом в теле радиокомпании «Дон ТР» с Николаем Соколовым. Именно из-за этого. Он обидел очень сильно, да, женщину знакомую. Не потому что она моя знакомая. Я на самом деле ехал, когда разбирался с этой женщиной. Я хотел в очередной вопрос сказать, что Ирина Борисовна, ну господи, это боже мой. Ну все мы журналисты, и вы тоже ошибаетесь. Но когда я иду, как это все сделано, я понял, что это не совпадает с моими принципами ведения дел. Вы знаете, что у меня была журналистка, которая написала заметку. И, ошибившись в одной буквы фамилии, она обвинила женщину в том, что ее противознуждено уголовное дело. А это была женщина, которая разглавляла какой-то дом, новый дом, еще что-то. То есть, на самом деле, обвинили одну женщину, ошиблись фамилии. Она не проверила и тоже эту ошибку перенесла. А там была какая-то изданница по ошибке, которую никто не знал, а деловой квартал читают все, в том числе ее друзья. Представляете, сидит женщина себе, работает, занимается, она там проходит ассоциации всяких домов, быта, еще что-то. И тут ей звонят и говорят, слушай, а что против тебя уголовное дело у людей? Как? У женщины там вообще паника. А откуда узнать, что такое дело? Ой, квартал пишет. У нее есть телека, она не знает, что делать. Она сначала звонит в органы, потому что, может быть, она еще и знает. Я даже не представляю, что пережить пришлось. Потом звонит мне. Вот представьте, я поднимаю трубку и... Конечно же, есть совлада поступить от Николая. Кто же такая вообще? И на самом деле в СМИ, вот скажу вам честно, лучше это не писать, у СМИ есть все механизмы и инструменты, чтобы отбиться. Малой кровью, ну можно пять тысяч шпарков. Малой кровью и не изменяться. Вот если ты подонок, иди работать в СМИ и ты сможешь не изменяться. Вот в чем проблема. Но все-таки я выбрал другую стратегию. Я попытался общаться со всеми. Вот, кстати, недавно встречался с Мессой, с ректором. Тоже самое говорю. Почему вы не пробуете общаться? Сначала поговорите с человеком. Вот так и тут. Поговори. И я сказал журналистке, которая все время бросала трубку. Да мне что дошло? Она, корреспондент, которая написала, бросала трубку. Не хотела общаться. Не потому что она гордая. А девочка боялась. Да, боялась, что пойдет, что ты не лезь сильно. И я говорю, вот ты идешь, тебе наказание будет такое. Ни штраф, ничего. Ты пойдешь со мной. И вот мы пошли вместе. Тоже было мантражно. Я общался, но тогда таких вот очень основательно. Потому что человек мог подать сутку, выбрать его. И серьезно выбрать. Потому что он был ровно ел. И так. Мы пошли. Через полчаса мои лучшие друзья были. Мне подарили книгу с автографами. Пообещали, что каждый месяц будет сонужать новостями. Приходите на чай. И вы вообще прекрасно станете. Мы на вас подпишемся. А то мы все бесплатно встречаем. Я не знаю даже, как это получилось. Важно, что ты приходишь, и ты искренне смотря человеку в глаза и извиняешься. И ты объясняешь, вот вот она, Люба. Которая кидала трубку. Скажите, она страшная? Это девочка, которая сидит с этими глазами. Ей вот так... Она упадет в пол. Но она истыгалась. Она ошиблась. Я беру на себя эту ответственность. Потому что это главный редактор. То есть... И она поняла. Она видимо вспомнила, что у нее такие ситуации бывают. Ну что не бывает. Конечно же я пообещал, что мы опровержение напишем. Мы сделаем материал, в котором мы расскажем, как это все получилось. Это полностью сняло вот все возражения. И вот этот принцип я получил только общаясь. Потому что иногда... Несколько раз попытался сгрубить кому-то, да? В самом начале. Но потом понял, что лучший способ... И люди мудрые тоже советуют. Лучший способ работы... Это все-таки работа с возражениями. Например, очень хороший мне совет дали. Когда человек звонит ругается, очень сильно эмоционально. Кстати, вам дали такой совет. Упрекает в чем-то. Сказал, я в суды и еще что-то. Попросите его написать. Я ему не думаю. Кстати, я эту женщину попросил, он написал. И там... Когда человек много эмоций, когда он пытается рационально... Когда мы пишем... Включается рацию. Включается рацию. Когда мы пишем, эмоции пропадают. Потому что ты ж не можешь туда добавлять вот все, все же не переживаешь. И тогда человек иногда прочтет то, что написал, думает, ой, что-то вот... Это даже не стоит... Ну все, я все понял. А иногда человек, написав, он еще убеждается в том, почему, что, как. Ты не помогаешь. Но с другой стороны, все-таки ты снимаешь эмоции и уже говоришь по делу. Вот тебе уже факты. Потому что человек может кричать, тебя лично оскорблять, что-то вспоминать. Поэтому очень-очень много таких вот шишек, я же думаю, набивались. И все шишки, они полезны. То есть нельзя быть идеальным, нельзя там... Во всем правильно выступать всем. Но все-таки, я повторяю, чтобы... Нужно всегда быть готовным справляться с вашими. Если ты не готов, я с такими людьми не хочу даже общаться. Я повторяю еще раз. Я считаю, что это... К хорошему не приведет. Я бы грубее сказал, это вот... У человека нет стержня. Потому что мы люди... Прежде всего, потому что мы коммуницируем, мы общаемся. Если человек кладет трубку, если человек отворачивается, не общается, то это что-то уже неуманное. Это значит, тебя в чем-то отказывают, тебя обижают в чем-то самом основном. Угу. Что у нас в банке? Угу. Если я на меня дам. Нет, ну говорить о том, что... Будьте уверены, верьте в себя, там еще там что-то бессмысленное. Я вот думаю, самый лучший совет. Попытайтесь свой проект обосновать перед своим настоящим другом. Вот подумайте, кто у вас тот друг, который никогда от вас ничего не ускроет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровочки! respons Dro justo сейчас! вычислить наш проект о верхнемешне с голове. Я вот думаю... гибель across Бога, НашИ на уч estiver надежным... Продолжение следует...